В районе Басарабяска в данное время обрабатывается 85% сельхозугодий. Заброшенных полей, виноградников и садов с каждым годом остаётся всё меньше. Фермеры поняли, что если умело использовать инновационные технологии в сельском хозяйстве, то оно может стать довольно прибыльным делом. И первое, что необходимо предпринять, это обновить старую, давно изжившую себя технику на более современную. В последние годы большинство аграрных хозяйств нашего района обновили парк тракторов, сельскохозяйственных машин для обработки земли. Сельхозпроизводители пришли к выводу, что из-за погодных условий им нужно в оптимальные и очень сжатые сроки успеть подготовить почву или произвести посев культур. Поэтому они начали модернизацию своих хозяйств, приобретая технику, у которой производительность намного выше. Например, один такой трактор может за день засеять пшеницей или подсолнечником до 50-60 гектаров земли, в зависимости от типа сельхозмашины. Насколько современная техника облегчает работу фермера, Георгий Мацку смог убедиться сам. В аграрном хозяйстве его отца, Александра Мацку, этой весной появились новый трактор и селка, которые быстро и эффективно выполняют сразу несколько операций. Вот тут спереди есть бункер для удобрений, сзади бункер для семян подсолнечника. Вот здесь семена захватываются при помощи вакуума. Есть нож, который разделяет землю, образуя борозду для семян. Эти колёса автоматически трамбуют почву, чтобы семена имели более тесный контакт с землёй. Тогда лучше сохраняется влага, и они быстрее прорастают. Эта селка за день может засеять 45 гектаров. В баках для семян создаётся вакуум. Если их открыть, то туда попадает воздух. И тракторист у себя в кабине на мониторе сразу видит – что-то не то. Без вакуума семена не могут попасть в землю. Ещё на каждом диске есть специальный пылесос. Если в одно отверстие попадают две семечки, вторую он отсасывает обратно в бак, и она попадает на своё место, чтобы обеспечить нужное количество растений на один гектар земли. Если нужно сеять другую культуру, то расстояние между этими секциями меняется. Для того, чтобы приобрести новую технику, директор фирмы решил взять кредит в банке. Хотя поначалу его терзали сомнения – сможет ли он погасить такую большую сумму. В переговорах с нами, совместно с тем, что они сами изучали технологии, они пришли к выводу, что всё-таки необходимо переходить на новые технологии, на более прогрессивные технологии. То есть с момента принятия решения господина Мацкого использовать технологии «ноутил», «мини-тил», были приобретены специальные сейлки, и для них нужен был более мощный трактор, и мы решили поддержать его в его начинаниях. По словам директора филиала банка, количество кредитов, выданных фермерам Юга Молдовы на приобретение техники, в последнее время заметно выросло. Для того, чтобы заниматься эффективным сельским хозяйством, необходимо приобретать достаточно дорогую технику, инновационную, которая позволяет осуществлять сразу несколько операций. Это позволяет, во-первых, улучшить и урожайность, то есть получить хороший результат и снизить затраты. Поэтому для нас это одна из основных целей финансирования, учитывая, что у нас сельскохозяйственный регион и основные клиенты – это, конечно же, аграрии. То есть мы это поставили во главу угла. В районе Басарабяска около 50 экономических агентов, которые обрабатывают площади размером от 10 до 50 гектаров каждый. Ещё 30 фермеров возделывают сельхозугодия площадью свыше 50 гектаров. Порядка 70% средних и крупных сельхозпроизводителей в течение последних трёх лет приобрели технику и оборудование, позволяющие им применять инновационные технологии в сельском хозяйстве.